Мы будем тратить К множителей, поэтому все под диагональю, это, конечно, будет нулит. А на диагонали тряло, когда вы перемножаете подряд числа от 1 до n, ну, собственно говоря, это по определению есть в тряло. Вот это число давайте будем обозначать так. Т третье от 5. И что же это такое? 1 умножить на 2 умножить на 3. 1 на 2 на 4. 1 на 2 на 5. И, наконец, 3, 4, 5. Но, господа, понимаете, я не могу так все быстро посчитать. Поэтому давайте напишем 6, 8, 10, 12, 15. Ответ 228. Так, кто-нибудь уже посчитал, например, вот здесь, что это за число такое? 3. Это 1 плюс 2. Все понимают, да? Вот это вот на самом деле 1 плюс 2, то есть 3. Хорошо. А что это такое? Опять, берем по одному множителю, то есть проще, я беру сумму числа до того до 3. Что это такое? 6. 6. 1, 2, 3, 6. Да. А здесь 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. 10. Треугольные числа. Кто помнит, как называют вот эту строчку первую? Это просто-напросто сумма чисел от 1 до n. Сколько это будет? n на n плюс 1 попал. n на n плюс 1 попал, да. Так, как их называют? Треугольные числа. Треугольные числа, совершенно верно. Давайте я напомню картинку. Вот если, скажем, складываешь числа от 1 до 4, то что это такое? 1 плюс 2, 3 клеточки, плюс 3 клеточки и 4 клеточки. Вы вспоминаете? Как найти быстро эту сумму? А нужно такую же картинку пририсовать вот так. То есть, смотрите, здесь был 1, а здесь пририсовываем 4. 2 пририсовываем 3, 3 пририсовываем 2 клеточки. 4 пририсовываем 1 клеточку. Соответственно, сумма чисел от 1 до 4, это площадь этого прямоугольника, а мы раздем 4 на 5, разделить на 2. Отлично. Одну формулу мы уже получили. Давайте ее куда-нибудь даже если она запишем. Многочлен D1 выглядит очень просто. N умножить на N плюс 1, N умножить на 2. Хорошо. Давайте двигаемся дальше. Когда D2 от 3 вычисляем, что получается? Что такое, по определению, D2 от 3? 2 плюс 3 плюс 6. Ну, конечно, и уж подробно. D2 от 3, это по определению. 1х2, 2х3, 1х3. То есть, действительно, 2, 6 и 3 надо сложить. Сколько получится? 2, 6 и 3 это 11. Каждая следующая клеточка будет даваться нам все с большим и большим долгом. Потому что для маленьких чисел считать их кор. Вот особенно долг надо заполнять вот эту часть организма. Писать сюда нолики. Это одно удовольствие. Это замечательно. А вот как только большие числа, и при этом K меньше, чем N, сразу проблема. Скажите, пожалуйста, как мы можем посчитать D2 от 4? Есть ли способ как-то умыскивать работу? То есть, понятно, что можно опять выписать все? Идея такая. Когда берешь D2 от 4, когда рассматриваешь D2 от 4, то есть слагаемые с участием учетверки, а есть слагаемые без учетверки. Согласны? Давайте я аккуратно выпишу сначала все числа, все произведения. Допустим, они бывают такие. Одиннажды 2, одиннажды 3, дважды 3. Это одна часть. Это там, где нет четверки. А еще есть одиннажды 4, дважды 4 и трижды 4. Так вот, ребята, смотрите. Разбиваем на две части. Вот эту часть называем, собственно, по мнению, как видите, D2 от 3. А то, что осталось, это D1 от 3 умножить на 4. А дальше смотрите. D2 от 3 мы уже посчитали. Это было 11. D1 от 3 мы уже тоже посчитали. Вот было 6. 11 плюс 6 на 4. 11 и 24 это 35. Смотрите. То, что мы сейчас сделали, называется реклургентная форма. Давайте ее еще обсудим. Вот, скажем, для этого, что здесь у нас есть. У нас есть уже по 3 умножителя. D3 от 4. Дальше. Смотрите. Это опять такая штука. Это D3 от 3 плюс D2 от 3 умножить на 4. Давайте я объясню, почему это так. Смотрите. Дальше. 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 это умножить на 4, то как раз и получится. Итак, 6, здесь вот, все помните, сколько было? Одиннадцать. Сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. Одиннадцать на 4? 44. В сумме будет 50. Что это такое? Т2 от 5. Как по нашей формуле быстро считать. Это Т2 от 4, правильно? Плюс 100. 5 умножить на Т1 от 4. Согласны? Так, 50 плюс 35. Сколько будет? 85. Отлично. Что такое Т4 от 5? Давайте думаем. Что такое Т4 от 5? Мы должны взять Т4 от 4. Плюс 5 умножить на Т3. 5 на 50. 250. Не 24. 274. Хорошо. Что такое Т2 от 6? Это Т2 от 5. Плюс 6 умножить на вот это. 6 на 15. Сколько? 90 и 85? 175. 175. Хорошо. Сюда идем. Когда вы берете вот это вот, умножаете на 6. 85 на 6 сколько? 85 на 6. 510. 510. И вот это. И 225. 735. 735. Ну, давайте еще чуть-чуть. осталось. Значит, здесь 6 на 225. Это 1200 плюс 150. Правильно? 1350. 1350. И еще вот это. 1624. Ну, последнюю петельку запомню. Дальше уже хватит. Ну, потому что можно и дать, чтобы. Так, что здесь у нас? 145. Надо 274 умножить на 6 плюс 120. 274 умножить на 6 плюс 40. 1764. 1764. 1764. 1764. 1764. 1764.